Уже по сложившейся доброй традиции 14 и 15 декабря в Бишкеке будет проходить футбольный турнир «Мураз». Спектр участников впечатляет. На одном футбольном поле встретятся чиновники разных рангов, творческие люди, педагоги, медики, представители духовенства и другие. Среди участников также есть и представители СМИ. Как рассказывает капитан сборной журналистов, их команда активно готовится к турниру. Подготовка идет своим ходом. Все команды в настоящее время готовятся. Мы тоже не исключение. Но мы уже третий турнир будем играть. И, в принципе, первый турнир был сложнее, потому что мы впервые собрались с такой командой. Второй турнир уже получше. Во втором турнире мы из группы вышли, но дальше не прошли. Надеемся, что в третьем турнире уже поборемся за медали. Позицию В2. В2 по Сузу. В турнире примут участие 16 команд. Согласно регламенту, их поделили на 4 группы по 4 команды. По итогам жеребьевки сборные распределились по группам следующим образом. В группе А встретятся команды президента, команды судей Фемида, представители СМИ, журналисты и руководители спортивных федераций, спортивной федерации. В группе Б сыграют команды депутатов парламента Джурку Кенгеш, руководители силовых структур Коупс Уздук, Ассамблеи народа Кыргызстана и руководители диаспор Достук и команда именитых предпринимателей Бизнес. В группе Ц расположились следующие команды ветеранов футбола Алгам, послов иностранных государств в Кыргызстане Эльчилер, команда именитых спортсменов Спорт Чилдездары и команда директоров школ, ректоров вузов Белим. И в группе Д команда представителей духовенства, Эйман, представителей культуры, Энур, команда полпредов президента в областях, мэров, городов и акимов районов Аймахтар, а также команда главврачей больниц Денсолук. Матчи пройдут физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпрома» во дворце спорта имени Каджимкула. Цель турнира – пропаганда здорового образа жизни, популяризация футзала в стране и развитие дружеских неформальных отношений между представителями различных сфер общества. Формат турнира – все команды, 16 команд участников, общее количество участников распределены на 4 подгруппы А и Б, С и Д. И 2 подгруппы играют в спортзале «Газпром», 2-й С и Д играет в Каджимкул спортзале. И победители первые и вторые места выходят дальше 1-4, и потом полуфинал и финал. Напомним, в мае победу завоевала команда администрации президента во главе с Садыром Джапаровым. Приз в миллион сомов команда решила передать на благотворительность. В этот раз призовой фонд будет распределен на 4 команды. 400 тысяч сомов за первое место, 300 тысяч за второе, 200 тысяч сомов за третье и 100 тысяч, соответственно, за четвертое место.